Сулейман Абусаидович Керимов – один из богатейших бизнесменов России, родом из Дагестана и который известен широкой общественности своим пристрастием к представительницам прекрасного пола. При этом, как настоящий восточный мужчина, его отличает щедрость, проявляемая им в отношении прекрасных дам и признание незыблемости института семьи. Его первая и единственная официальная супруга по имени Ферузе, с которой он познакомился еще в юности во время учебы в Дербенте, типичный образец восточной жены. Она предпочитает быть тени своего известного мужа и неприемлем к публичности. В браке у них родилось трое детей – дочери Гульнара и Аминат, сын Абусаид. Однако, несмотря на то, что Керимов давно официально женат, это никогда не мешало ему крутить романы с известными красавицами российского шоу-бизнеса. Так ему приписывали романы с Натальей Ветлицкой, Олесей Судзиловской, Ксенией Собчак, Анастасией Волочковой, Катей Камешвили, Киной Кандилаки. Одной из первых пассий олигарха была на тот момент довольно известная певица Наталья Ветлицкая. Керимов вкладывал немалые деньги в ее раскрутку. Для нее снимали клипы лучшие режиссеры. Благодаря связям и финансам Керимова клипы певицы месяцами крутились в радиоэфирах. Однако постепенно этот роман сошел на нет. До недавнего времени Ветлицкая со своей дочерью Ульяной на постоянной основе жилая работала в Испании. Однако в этом году в СМИ появилась информация, что Ветлицкая вернулась в Москву с целью возобновления своей певческой карьеры. Следующий громкий роман у Керимова случился со скандально известной балериной Анастасией Волочковой. Настя на тот момент была примой Большого театра и, по слухам, ее головокружительная карьера была во многом обеспечена влиянием Керимова. Анастасия впоследствии раздавала огромное количество интервью, посвященное ее бурному роману с олигархом. Свою отставку из Большого и последующее гонение и травлю она связывала с разрывом романа с Керимовым. Однако до настоящее время они называют его главным мужчиной своей жизни и самой большой своей любовью. Затем вся Москва обсуждала роман Керимова с Катей Гамиашвили, дочерью ресторатора Арчела Гамиашвили, сыгравшая кино Остапа Бендера. Во время их романа Керимов инвестировал большие деньги в раскрутку бренда одежды Мамиашвили, дизайнером которой была новая возлюблена Катя Гамиашвили. Лицом ее модного бренда была даже британская топ-модель Кейт Мост. Пара встречалась 4 года, но Катя забеременела и пара рассталась. Впоследствии Катя быстро вышла замуж и родила дочь. Еще один роман любвеобильного олигарха стал достоянием общественности в результате автомобильной аварии, произошедшей в Ницце, которую попали Керимов с тиной кандилаки. В аварии Керимов получил сильные ожоги, а кандилаки легко тогда отделалось. После этого Керимов вынужден носить перчатки телесного цвета, а кандилаки скрыла следы с помощью татуировок на запястье и бедре. Однако перчинки всей этой неоднозначной ситуации добавлял тот факт, что на тот момент Тина была замужем. И напоследок хочу заметить, что несмотря на любого прекрасного, бизнесмен не уходит из семьи, он просто коллекционирует красивых женщин. А вам спасибо за внимание, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал Цвет настроение и до новых встреч!